ребят привет привет поздоровай привет ребята на прошлых занятиях мы изучили 6 букв да а б в г д е сегодня мы продолжаем занятие изучим еще новые три буквы первая которая мы сегодня выучим это буквы и она пишется точно так же как ей только сверху ставится две точки и это заглавная печатная буква йо пишется как е и ставится сверху две точки точки могут быть и круглые и теперь его так и еще вот здесь правильно еще вот здесь и точки до сверху как это буква называется йо и напишем маленькую прописную букву прописные буквы еще раз напоминаем будете изучать школе йо прописная маленькая и и печатная большая пишется как е давай вспомним какие слова мы знаем на букву йо ёжик да ёжика все знают ёжик вот такой небольшой у него много-много колючек да мордочка у него такая небольшая маленькая глазки и он улыбается да еще во многих сказках и рассказах пишут что вот такие ножки да у него ножки мы да и не нарисуем потому что мы не знаем какие ножки его же не видно многих сказках пишут что ёжики носят на спинках яблочки на самом деле это не так ёжик вот здесь яблочко нарисую ёжик мать давай ёжик ёжика нельзя дикое животное может быть опасно его можно посмотреть на него но не трогать так еще на букву йо а мы нарисуем что мы на новогодь наряжаем одежь мы ставим в комнату большое дерево и наряжаем его игрушками как это дерево называется его елка смотрите ребят как легко нарисовать мы рисуем вот такой ствол мы так рисовали в садике рисуем сверху да это такой ствол и рисуем сверху вот такие три больших три маленький треугольник большой треугольник и средний треугольник закрашиваем и мадина нарисует на гирлянду мадина нарисует гирлянды нарисуем сверху звезду чтобы это было понятно такие гирлянды они могут разного цвета быть еще на елку что мы вешаем цветные лампочки да много много цветных лампочек еще под елку кладут что на новый год подарки давай нарисуем подарки чтобы веселее было елка елка подарок подарок да еще подарок нарисуем так ну нарисовали елку 3 3 треугольника маленький большой средний и получилась елка 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 да мы нарисуем рыбу а у рыбы есть название рыбу зовут рыбу называют ёрш да ёрш бывает много разных рыб бывают какие рыбы карф ментай путасу навага горбуша форель лосось да много много рыб названий а есть одна рыба которую называют ёрш да ёрш вот так вот я напишу ёрш 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 ну рыбу так называют ёрш давай матюш повтори со мной ёжик ёлка это что подарки а где звездочка у елки покажи вот она а на ёлку что мы одеваем что мы на ёлку одеваем гирлянды да еще игрушки красивая ёлка у нас свет выключаем да и как мы говорим 1 2 3 ёлочка гори и сразу появляется фонарики и подарки да и подарки теперь смотри ёжик ёрш 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 это название рыбы да матюшка это рыба а название у неё ёрш 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 буква ё ё ё вот мадина как нарисовала букву ё хочешь ножки поставь пожалуй на место так давай перейдем к следующей букве да а следующая буква у нас будет называться ж ж ж да мы прошли а б в г д е ё а теперь буква ж ж ж немножко я покажу как пишется прописная заглавная буква ж ж буква ж она похожа на кого мать уж на жука да ребята на жука похоже и вот смотрите прописная буква ж ж маленькая прописная буква ж и большая буква ж буква ж похоже на жука да поэтому мы нарисуем жука потому что жук на букву ж уже рисуем туловище рисуем небольшую голову и у жуков сколько много 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 да они вот такие вот страшные да маленькие и вот такие у него крылышки да небольшие чтобы он мог улететь вот такие небольшие ложки и обязательно глазки чтобы он видел да закрасим это все потемнее они обычно жуки какие какие-нибудь ты какого жука видела видела колорадского жука нет в ауле не видела колорадского жука вот так вот в полосочку а он картошку он ест это в под prom только нас есть картошка и и там вот так вот маленькую вот такую детку ездим на руку на него нельзя кушать не-не так нельзя кушать их нужно собирать и убивать да потому что они едят картошку и баклажаны да они любят еще и некоторые виды томатов Я видела, я была маленькая, и там были жуки маленькие и шире, мамы и папы, и детки. Да? Я видела них. Не боялась? Нет. Ну, хорошо. Давай повторим. Жук. Жук. Ж. Они такие белые и чёные. Они разные бывают. И полосатые, и красные, и синие, и жёлтые, и ядовитые бывают даже. А ещё бывает жук-носорог. У него на голове вот такой рог. Вот такой большой. Многие ребята видели таких жуков. У них вот такие вот. На голове у него вот такой рог. Это жук-носорог. Они такие страшные-страшные. Да, страшные. Так, ну что мы будем знаем ещё на букву Ж? Какое животное? Жираф. 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 У него длинная шея, Мадёш. У него очень длинная шея, да? Где он живёт? В парке. В парке, а ещё живёт он в пустыне, да? В пустыне. Да, в пустыне. У него такие ножки. Мадёш, ну ножку убери, пожалуйста. Ну на тебя детки смотрят, а ты как обезьянка себе ведёшь. Ты же некрасивая. Вот мама, какого жирафа красивая. И у него пятна, да? Да. А знаешь, для чего у жирафа длинная шея? Почему? Это придумала природа. Жирафы обитают в очень засушливых странах, да? И где мало растительности. И в основном, на высоких-высоких деревьях есть листва. И жираф может своей длинной шеей дотянуться и съесть вкусные зелёные листики. Да? И он кушает капусту. Капусту он не кушает, Надюша. Может быть, в зоопарке он кушает капусту? Вот такой вот жираф. Давай, буква Ж. Жук, смотрите. Мы напишем слово ЖУК. ЖУК. Да? ЖУК. ЖУК. А вот это жираф. Жи-раф. 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 Слышится И, пишется И. Да? Жи-раф. 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 Неправильно я написала. Я написала по взрослому букву. Сейчас я напишу. Вот так. Жи-раф. Это жук. Это жук. Это жук, а это жираф. А еще мы выучим слово с тобой на букву Ж. ЖУК. А это жёлудь. Кто ест жёлудь? ЖУК. ЖУК. Да. ЖУК. Матюш, садись, деткам не видно. Матюш, на что это похоже? Смотри. На что это похоже я рисую? ЖУК. Это жёлудь. Помнишь, мы с тобой гуляли в парке, и на полу лежали вот такие вот орешки. Помнишь? Помнишь. А их можно кушать? Их нельзя кушать. Одни жёлуди вообще ядовитые считаются. Но их едят животные. Да? Белочки, наверное, едят какие-нибудь, зверьки. И это жёлудь. Люди не едят жёлуди. Это жёлудь. Он растёт на дереве, да? А как он? На дереве. На высоком дереве. И они падают вот так вот на землю. И на траве вы можете найти жёлуди. Они очень красивые. Их можно использовать в поделках, да? Можно делать красивые картины, гибаны, да? Можно лепить из пластилина. Добавлять жёлуди. И будет очень красивая фигура. Да? Постарше будешь, мы начнём это делать. Так, давай повторим ещё раз. Ж. Ж. Жук. Ну, повтори, пожалуйста. Жук. Жираф. Жёлудь. Давай, следующую букву пройдём. Сегодня ты у нас без настроения, да, девушка? Последний. Сиву. А кто ты? Матинка. Без настроения ты сегодня, да? Матюш, ну давай, сядь. Детки на тебя смотрят. Давай последнюю букву. Сейчас пройдём. На сегодняшнее занятие. Мы сегодня три буквы пройдём. И следующая буква после буквы Ж идёт З. Да? З. З пишется как цифра три. Три. З. Да? И З. З. Маленькая прописная пишется вот так. Вот так. Вот так. Легко запомнить. Цифра три, да? Это З. Как цифра три. Да? Первое, что нам приходит в голову на букву З, это когда у нас идёт дождь, что мы с собой берём? Когда идёт дождь, сильный-сильный, что мы с собой берём? Что это такое, Мадина? Зонтик. Правильно. Зонтики бывают маленькие, большие, тросточка, да? И складной зонтик. А бывает у Мадины дождевик, да, детский такой. Ты пошла показывай? Ну иди покажи. Да. Но это не зонтик, да. Это вот такой дождевик. У тебя нету зонтика, но у Мадины есть вот такая сумка походная, она очень удобная. Это называется детский дождевик, да? Как он одевается? Ну давай покажем. А давай. Ну давай, вставай, я тебе покажу. Это называется дождевик. Мы отошли от тела. Давай, иди сюда. Вот такие у него кнопочки. Одевается на любую одежду, да, Мадюш? Мы можем одеть и зимой его. На что мы его одевали? На зимнюю куртку мы одевали, когда снег мокрый шел. Очень удобно. Давай сюда. Покажем быстренько и вернемся к занятиям. Это у нас что? Дождевик, да? Вот этот кармашек даже маленький есть. Все, дождь пойдет, Мадина будет сухая, да? Но это называется дождевик на букву Д, да? Мы прошли букву Д, это дождевик. А это зонтик. Но взрослые не ходят в дождевике. Детки ходят в дождевике, да? А взрослые ходят с зонтиком. Зонт, да? Зонт. Зонт. А я детка. Ты детка? Мадишь, ножки поставь, пожалуйста. Зонтик. На букву З, что мы еще знаем? З. Замок, да? Замок. Он висит на двери. Вот такой замок. Замки есть у всех, да? Замок есть дверной. Замок есть на сумке. Да? Чтобы закрыть. Так, как там вот так вот ключик. Вот. Замок, да? З. Замок. Замок. Зонт. А есть такое же слово. Замок. А есть замок. Падает ударение. Смотрите. Замок. Очень сложный русский язык, да? Оказывается. Замок. Ударение на А. Замок. А точно такое же слово. Смотрите, ребят. Замок. Замок. Ударение на О. Вот мама, да? Замок. Ударение на О. Это замок, да? Который закрывает дверь. А да, вот точно такое же слово. Замок. А дедушки есть? Замок. А дедушки есть дверь. Да, давай нарисуем замок. Замок. Вот такие обычно забор, да? Да, да, да. И вот такие окошки у них. Окошки такие маленькие-маленькие-маленькие. Много-много-много. Тут же короли жили, да? В замках. Вот такая дверь одна стоит красивая. Вот такая большая. Здесь фонтаны, да, какие-нибудь. Или что тут? Деревья растут, да? Вот такие. Похоже на замок? Мне кажется, не похоже. Не похоже, да? Ну, это замок. Замок. Я картинку определяю. Замок. Точно такое же написание. Смотрите, ребята. Это З, З, А, А, М, М, О, О, К, К, да? Ударение замок на О. Это получается дверной замок. А замок, ударение на А. Замок. Это получается целый дом, да? Одно и то же слово. И как меняет. Это все буква З. Так, Мадюша, садись. Еще давай одно слово на З. Ты уже устала сидеть? Снимай. Или будешь сидеть в дождевике? Вдруг дождь пойдет, да, Мадюша? Еще одно слово сейчас пройдем на букву З. Это зайчик, да? Зайчик. Все детки любят зайчиков. А где у тебя зайчик? Вот здесь где-то лежал. Смотри, он упал. Он упал. А где мой зайчик? Давай, доставай деткам пока. Давайте я вот здесь зайку нарисую. Садись, Мадюш, давай. Сейчас нарисуем зайку. Вот зайка, да? Зайка. Заяц, да? Правильно. Заяц. Зайчик уменьшительно доскательный. Мы рисуем уши. Мадюш, а ну дай я. Детки смотрят. Вот так по сторонку сядь. Что зайчики любят? Морковку. Морковку, да? Да. У них большие зубки. Зубки нарисуем вот такие. Вот так. Лапки вот такие вот. А здесь? Морковка. Морковку мы нарисуем зайчику. Вот мы нарисовали зайчику морковку, да? Мы нарисовали зайчика. Заяц. Заяц. На английском языке как будет? Раббит, да? Раббит. Заяц. А на английском языке как будет? Да. Кумчах, да? Мчах. Заяц. Заяц. Давай, Мадюш, ну все, ты уже устала? Давай, деткам, повторим, что мы сегодня прошли. Буква З. Мадюш, повторяй за мной, пожалуйста. З. Буква З. Зонт. Замок. Замок. Заяц. Да? Какие мы сегодня буквы прошли? Мы прошли сегодня три буквы. Три замечательные буквы. Мы прошли сегодня. Й. Ж. И З. Да, Мадюш? Садись. Ну все, ребят, пока. Мадина уже устала, да? Устала уже? Будем ждать дождя, да? Будем сидеть ждать дождя. И пойдем гулять в дождевике, да? Да. Ну все, пока, ребят. Ставьте палец вверх, да, Мамер? Покажи палец вверх. Вот. Вот так палец вверх ставьте. Ну все, пока. Пока. Покажи палец вверх.